Теперь Украина, где ополчение ДНР сегодня досрочно завершило отвод техники от линии соприкосновения. Вооружение калибром до 100 мм вывезли в глубокий тыл, как того и требуют минские договоренности. Все передвижения фиксировали наблюдатели ОБСЕ. Теперь, когда техника отведена и Донецком, и Луганском, зона безопасности с их стороны фактически сформирована. Аналогичных действий ждут и от Киева. С подробностями Ксения Назарова. Вот так тщательно сверяют номерные знаки на каждом миномете. Еще раз их проверят уже на месте хранения, в ангаре с военной техникой. Сотрудники ОБСЕ фиксируют каждое орудие. Уже сегодня от линии разграничения уберут всю технику калибром до 100 мм. Сейчас все эти мероприятия происходят синхронно, в том числе и на территории ВСУ. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, график отвода вооружений, предусмотренных дополнениями к минским договоренностям, выполнила в полном объеме. На орудиях свежая краска. Ее нанесли специально перед долгим хранением. Эти минометы перевели из-под Широкина и Маринки. Теперь, согласно минским договоренностям, их законсервируют. Весь путь колонна проходит, не останавливаясь и не сворачивая с маршрута в сопровождении журналистов и наблюдателей ОБСЕ. Разобранное орудие перевозят на одной из баз под Иловайском, что в 30 км от линии соприкосновения. Здесь уже стоит техника, привезенная ранее. Это последний этап отвода вооружений. Вся тяжелая техника уже в специально отведенных ангарах. По сути, у бойцов, которые дежурят на линии разграничения, остается только стрелковое оружие. БТР и противотанковые пушки «Рапира», а теперь еще и 82-мм минометы. Техника потрепана в боях. Почти все, что здесь находится, перешло в распоряжение ДНР от украинских силовиков. Впрочем, есть и собственные разработки. Есть экземпляры, которые затворены рабочими в Донецке. Большое вам спасибо за это. И вполне себе хорошо зарекомендовали. Согласно минским договоренностям, отвод вооружений должен завершиться не позднее 10 ноября. В ДНР это сделали досрочно.